Всем привет, чуваки, Лёх на связи. И это вообще не входящий в планы по моему контенту на этот канал видос. Это не обзор на планшетку, который я обещал. Он еще в производстве, у меня много работы. А по-моему, голос какого-то слышит, я еще и приболел. Но эти мысли я вынашивал, наверное, полторы недели в башке. И наконец-то дошло мое состояние, чтобы просто сесть и записать этот видос. Время сейчас 2.50 ночи. Как бы все вот эти вот блогеры, они записывают как раз-таки ночью. И все, поэтому вот, погнали. В чем же вообще заключается данный ролик? Сегодня я собрал вас здесь, чтобы поговорить об одной, наверное, достаточно важной теме на сегодняшний день. А именно то, что соцсети превратили искусство, по сути, в ширпотреб. Если ты художник, ну, вот как по мне, главное, если ты хочешь продавать свои работы, люди должны оценивать, во-первых, то, что ты делаешь, то, как ты это делаешь, и то, как это визуально выглядит для них и для тебя самого. Но на данный момент, благодаря таким блогерам, как я, как куча других чуваков, снимающих видосы, о том, как они рисуют холсты, о том, как они там рассказывают, что они их продают и прочее, породили просто гигантскую волну так называемой подрастающей аудитории, которая точно так же начала пилить видосы про то, что «Вау, смотрите, я делаю холсты, рисую неделю, у меня вот холст, там, блядь, все, пятое-десятое». По одной простой причине. Они видят в моих видосах, в видосах других художников о том, что я нарисовал картину, и эта картина продалась. Значит, это вот он тот самый момент, когда можно просто щелкнуть пальцами и лутать бабки. Но есть одна небольшая или, наверное, большая все-таки проблема. Проблема в том, что на данный момент искусство в интернете покупается не потому, что автор какой-то сверхпиздатый, сверхклевый, он хоть есть какой-то стильный и прочее. Нет. Большинство продаж зависят напрямую от твоих просмотров и лайков. Кем бы ты ни был, что бы ты ни рисовал, как бы пизда-то ты ни делал, все, что набирает в твоем профиле много лайков, будет продано. По одной простой причине. Чуваки в интернете, смотря видосы и видя это, такие «Вау! Он нарисовал какую-то хуйню, но она набрала просмотры и лайки, значит, мне нужно это купить». И это, мне кажется, это не то, чем должен гордиться настоящий чел, который называет себя художником. По причине того, что в первую очередь ты должен продавать себя и свои мысли, то, как ты видишь свои работы, то, что ты делаешь, а не ебучие лайки и просмотры в соцсетях. Благодаря всему тому, что делал я за эти пять лет и прочее, я вижу гигантскую волну детей, которые начинают рисовать холсты, не потому что они уже доросли до уровня, когда ты такой «Блядь, реально, дай их попробуй сделать холст», а потому что это просто модно в интернете. Таких людей хуева гора. Такие люди появились как раз-таки в эру соцсетей, потому что люди видят, можно так сказать, легкие деньги. Хотя, допустим, вот тому же мне бабки за холсты – это, ну, нелегкие деньги, ребят. Я рисую 10 плюс лет, типа, и холсты я начал делать, наверное, году на седьмом, когда я что-то вообще рисовал. Люди сейчас решили, что для того, чтобы рисовать, нужно закупить себе целую батарею пиздатых материалов, потратить хуеву гуру денег на то, чтобы считать себя художником. Но, блядь, все на этой планете начинали рисовать карандашом на бумажке. Не нужны тебе дорогие материалы, чтобы быть художником. Не нужны тебе, блядь, не знаю, хуева гора денег, вбуханная в это все, чтобы ты это бросил через месяц. Потому что на данный момент все, что я вижу, люди пытаются уйти в коммерцию, причем в максимально тупую коммерцию. Они делают однообразные штамповки. Я тоже такое делал, я не отрицаю и спорить с этим не буду. Они делают кучу однообразных хуетений, которая никому не нужна. И продается она исключительно потому, что видос с этой хуетенью набрал лайков. Этот видос попушили в инстаграме и прочих приколах. И бац, 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 и все. После этого мы начали продаваться. Эта мысль, ну, наверное, максимально, можно сказать, не оправдывает меня. Потому что, блядь, ну, я прекрасно понимаю, чем я занимался все эти года, снимая тиктоки и ютубы. И это, блядь, реально полнейшая хуйня. Я превратил то, что мне действительно нравилось, в ебучее ремесло, которое просто было, блядь, для получения бабок. И это вообще абсолютно не круто. Также я бы хотел поговорить о таком приколе, как достаточно скилловые чуваки, которые без аудитории, реально начинают просто забрасывать свое дело из-за того, что на них подписано 10 человек. А на долбоебиков, которые, блядь, первый раз маркер неделю назад в руки взяли, подписано 1000. И больше, больше, больше подписываются. А действительно скилловые чуваки остаются где-то внизу. Ребят, прикол в том, что количество цифрок в ваших соцсетях нихуя не значат. Понимаете? Прикол в том, что вот эти все люди, которые на вас подписаны, из них реально вот людей, которым ты интересен, как персонаж, которого ты из себя строишь, процента 2. Все остальное — это просто подписки от того, что у тебя есть просмотры, лайки и прочее. Это нихуя не значит. Это, блядь, ну, эта цифра, она просто цифры. Это цифры. Да, если у вас там есть монетизация, там, реклама и прочее, эта цифра выгодна для вас, она приносит вам бабки. Но это остается просто цифрой. Эти люди не будут с вами в тот момент, когда вам действительно нужна какая-то помощь. Я это прошел, блядь, на себе. Понимаете? 99% цифр в ваших соцсетях, все, что могут сделать, когда вам сложно, хуево или прочее, они будут вам писать о том, что все будет хорошо, держись, все будет классно, все будет круто. Поверьте, вам эти слова заебут примерно через дня-два. И вот и все. В этом и прикол. Я не понимаю, почему люди сейчас пытаются выехать на том, что, блядь, я все, я вот, я рисую полса жизни, но я не хочу рисовать просто потому, что на меня мало подписывают, мало смотрят. Чувак, а нахуя тебе эти подписки? Что они тебе дадут? Для чего? Что? Ну, и плюс большинство из этих чуваков делает, по сути, все одно и то же. 99% творческого контента это просто процесс, как ты что-то создаешь. Это не какой-то уникальный, сверх прездатый контент, это не какой-то профессиональный, уровневый или что-то еще. Это просто шепотребный контент, как ты отснял, что вот у меня процесс картинки. Я нарисовал картинку, похвалите меня в интернете. Это вам не даст, ну, особо ничего. С этого не будут подписки. Чтобы люди на вас подписывались и начали интересоваться вашим именно творчеством, вы должны их зацепить своим творчеством, а не то, что вы снимаете, это в соцсети. Для этого нужно просто делать то, что вам нравится, а не делать то, что вы видите в интернете у всех. Теперь я хочу поговорить про холсты. Я думаю, те, кто давно следят за моим, там, тиктоком, за моим ютубом, знают, что в свое время я очень много холстов сделал. Я сделал очень много холстов, просто чтобы сработать с их бабок. Они знают, что холсты, которые долго не продавались, либо закрашивались, либо просто выкидывались, потому что нахуй они мне нужны. И вот как раз-таки в этом, ну, в конце прошлого, в начале этого года, мне наконец-то пришло осознание. Осознание того, что нахуя я это делаю? Зачем? Я прекрасно понимаю, что я просто потрачу бабки на холст, который нахуй никому не нужен будет. Я за, наверное, последние полгода сделал от силы 34 холста, и то, блядь, они вот, ну, типа, они маленькие по размеру. Типа, пару штук я подарил, одну разыграл в Телеграме, и все. Мне, ну, типа, больше нахуй это не надо. Ну, вот и серия холстов с граффити-тотемами, я ее сделал, блядь, потому что я ее захотел сделать. У меня пиздец давно, это, конечно, в башке идея была. Я просто взял и сделал. В этом прикол. Я не знаю, мне кажется, я просто перерос вот этот самый момент, когда ты рисуешь, и ты хочешь получать бабки просто за то, что ты вот дохуя всяких штук сделал, ты популярный в интернете и прочее. Мне кажется, я просто реально понял и вырос в всей этой хуйне. Сейчас я не хочу, блядь, заниматься этим. Мне просто, ну, не кайфово. Не в плане прям вообще рисовать и прочее. Мне не кайфово. Я сейчас хочу просто, типа, блядь, делать там свои проекты в Телеге, делать свои проекты на Тоне, делать стены, делать что-то еще, но, типа, большинство из этого не снимать видосы. Вот у меня тут просят, типа, давай летом там будешь снимать покрасы. Нет, не буду, блядь. Мне не хочу это снимать. Нить нахуй не надо. От того, что я сниму стену свою на YouTube, нихуя на этой планете не произойдет, ребят. Метеорит от этого не ебнется и прочее. Вы увидите фотку этой стены в соцсетях и вам этого более чем хватит. В этом и прикол. Я, не знаю, блядь, я хуй знаю, как это назвать. Я просто преисполнился в том, что, блядь, а зачем? Типа, я хочу получать просмотр и подписки со своих мыслей. Не с того, что я вот под музычку, смотрите, попшикал на стену, вау, круто. Нет. И, типа, с холстами та же хуйня и прочее. Я хочу все-таки, типа, вещать какую-то свою приколюшку из башки в интернет, а не делать, типа... Посмотрите, у меня 10-минутный процессик холста, а на фоне озвучка о том, что, блядь, смотрите, в детстве я там рисовал, блядь, листочками, а сейчас вот это все. Это полнейшая хуйня. Это реально говно контент. Я понимаю. Ну, типа, вы сами можете зайти, посмотреть на просмотры данных видосов на моем канале и понять, что, блядь, да, они собирают просмотры, да, это круто, только нахуй это ни мне, ни людям не надо, поверьте. Вот, все, что я хотел сказать вообще в этом видосе, то, что, блядь, чуваки, вот, не знаю, начинающие художники, кто долго рисует и думает, почему нас не смотрят в интернете, поверьте, вам это особо какого-то жесткого профита в жизни не принесет. Вы просто заебетесь, выгорите несколько миллионов раз от того, что... Для того, чтобы ваши соцсети жили, я, ну, расскажу вам, да, чтобы вот все же там жило, блядь, стабильные просмотры, прочая-прочая хуйня, нужно ебашить каждый день. Не просто каждый день, нужно прихуярить каждый день. Соцсети любят стабильность. Если ты проебался, и вот смотри, у тебя идет ролик, 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 неделя, и потом все, у тебя уже будут меньше просмотров, потому что алгоритмы сказали, бля, братик, ты проебался на неделю, все. И, типа, быть заложником алгоритма и делать чисто все ради какой-то коммерции, которая не сделает вас каким-то действительно интересным автором и прочее, я не вижу вообще никакого смысла. Это не кайф, это не круто. Поэтому вот. Короче, я болею, я нанес какую-то хуйню по-любому минут на 10. Все, что могу сказать. Если согласны со мной, пишите в комментарии. Не согласны со мной, пишите в комментарии. Подписываться, не подписываться, дело ваше. Ставить лайки, не ставить лайки, дело ваше. Если что, я сижу в Телеграме, вот мой где-то тут QR-коды появятся. Это мой Телеграм-канал. Там у нас все картинки и моя жизнь. Поэтому вот. Чуваки, не ведитесь на картинку в интернете. Делайте то, что хотите делать вы. Не делайте то, что делают все. Это полнейшая хуета. И ничего крутого вы этим самым не добьетесь. С вами был Леха. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok